Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Ну что, сегодня первый день после моей иммунотерапии, шестой. Утро уже только начало краснеть. После обеда начнётся веселье. Но ничего, друзья, всё будет хорошо, по-другому никак. Знаете, правая нога вперёд и походка от бедра, голос уже садится. Вы спрашиваете у меня в комментариях, почему ты так говоришь? Такое впечатление, вроде бы, это химия. Друзья, иммунотерапия, это практически, можно смело сказать, что это та же самая химия. Единственное, что может быть немножко лайтовей. А так, всё то же самое. В мою химию входили такие препараты, как карбоплатин, авастин и таксол. Вот. Только, допустим, авастин при химии был 700 миллилитров. А в иммунотерапии, иммунотерапия, составляющая моя на авастине, входит тысячу. То есть принцип тот же самый. Я налила водичку, подоставала уже свои вот эти, несколько упаковок, хима-хима. Но они сейчас будут усердно наяривать до 13-го числа. Мне нужно привести себя... Можно себя привести в порядок. Так что начинаем усердно пить, для того, чтобы было всё хорошо, друзья. Сегодня встала на весы. Весы показала плюс 900 грамм. Я понимаю, да, что я сегодня вся отёкшая. Ночь была без сна. Я уже ночью пила и бейсболы. И всё, у меня так крутило ли ноги, у меня так болели ноги. Так, помимо того, что они крутили, вот так вот, знаете, прям вот пальцы вот так вот растопыривало. Ну, это просто песец. И, помимо всего этого, ещё и такое ощущение, вроде бы, их просто, знаете, ошпарили, засунули вот в кипяток. Горело, просто плавилось кожа. Я вот так вот смотрела на ноги, думала, что она у меня сейчас вообще рассыпется. Так вот выглядит мой этот, мой утренний белистый. Правильно, с утра не выпил. Считайте, день прошёл даром. Будьте здоровы, мои котики. Фух, то, что доктор прописал. Это, значит, у меня будет среди дня, это обед. Вечером, на ночь, обязательно, когда уже не естся и не пьётся при пробиотике. Вот так вот и живём. Друзья, значит, ещё, что я хотела сказать. По поводу вчерашней девочки, да, которую я вам рассказывала. Многие почему-то писали о том, что это у неё, типа, она не беременна, это у неё такой осцин. Нет, друзья, эта девчушка была в положении, потому что она, когда гладила животик, да, то она именно разговаривала с ним, как с ребёночком. И вот эта наша сестра, да, которая нам ставит эти хабельницы. Вот. Она всё время говорила, бэби, бэби. Вот. Не, ну там видно, там видно невооружённым глазом. О том, что девочка находится в положении. Дай ей Бог. Здоровья и всего самого лучшего. Сегодня тоже, пока я лежала там, смотрела этот, смотрела в тиктоке, зашла к люточке, да, которые тоже борются. Думаю, я вчера вам зачитала о том, что, когда мне только поставили диагноз, да, что у меня было СА-125, было 1563, вот. А она вот раздала уже после, там, это сколько, после, у неё уже прошло 50 химий. Представьте, девочке 33 года, да, которая находится в диагнозе, у неё рак сигновидной кишки. И это, надеюсь, что вы меня будете слышать. Хочется быстрее, громче сказать, и начинает, чувствую, что начинает давить кашель, чтобы не закашливаться. Вот, и она вот прошла анализы, и у неё онкомаркер 125-3800. Можете представить? С ума сойти. У меня, как всегда, отключился телефон, б-блогер, да, ещё тот. Вот, всё, друзья, я, в общем, буду готовить завтрак. Вот, у меня уже появился аппетит. Единственное, что, да, разница, вот, то, что у меня было при химии, что я первый день, первые дни, знаете, там тебя тошнит, рвёт, всё это. Для меня, для меня лично, это самое страшное, потому что, когда что-то болит, там, где-то можно в какой-то мере потерпеть, ну, конечно, скажем так, существенную, да, такую боль, не такую, что-то заоблачную. Можно выпить безуболивающую таблетку, немножко так себе. А когда у меня тошнит и меня рвёт, это лично говорю за себя, вот, у меня такие, знаете, начинаются, своего рода, как паника. Мне тогда, я не знаю, мне тогда в сотни раз хуже, чем когда-либо что-то болит. Ну, а ещё лучше, лучше бы не тошнило, ничего и не болело, ничего. Сегодня у меня будет, буду себе делать такой, типа, бургер. Чуть не бургер, а этот, как он называется. Короче, лаваш, на лаваш кладу фарш, вот, на сковородочке немножко запечатываю. Вот, потом капуста, вот эта, пекинская и корейская морковка, так вот, как, ну, кебаб, да, типа. Вот, короче, у меня сегодня будет вот такой вот завтрак. Всё, друзья, готовлю. Вот так вот, друзья, видите, беру лавашек, на лавашек фарш, тут у меня солька, перчик. И сейчас, когда я чебурек, если просто чебурек, то можно просто вот так вот сразу закрыть, можно вообще сюда ещё сырка, моцареллы, вот, и с обеих сторон на небольшом огне обжарить. Тоже, вот, если вы хотите такой сильно вкусный чебурек, да, и вам нельзя там тесто какое-то, то... Ну, вот это тоже вкусно. Потом я так обжарю, потом сюда сверху выложу корейскую морковку, пекинскую капусточку и соус гриега. И вот такой вот у меня будет а-ля кебаб. Вот, а дай Бог, завтра отойду, мы с вами поедем в город. Я вчера ехала с больницы, там всё в цветах, такое всё яркое. То есть, Рождеством и не пахнет. А именно такая весна, всё такое красочное. Так приятно для глаз, чтобы не сидеть дома в этих четырёх стенах. Если что, пойдём с вами погуляем. Так. Что будет у нас? Короче, снова чайничек. Всё, друзья, готовлю себе еду. Так, друзья, ну что, всё, я уже позавтракала. А тоже, по-моему, как-то и голос получше стал. Прибавилась силы. Тут уже мамулечка моя для себя варит. Кстати, между прочим, отвечу, пользуясь случаем, комментатором великим о том, что они не замечают, что когда я готовлю еду, я говорю там, типа, это мне там или мне и сыну там, что я, что моя мама бедная и обзелённая. Ой, такой бред собачу. Просто мы с мамой можем сидеть секретничать. Ну, то есть, я что, должна это всё выносить на камеру? У нас, между прочим, очень хорошие отношения. Что касается еды. Моя мама много чего не ест, ну, того, к чему привыкли мы. Допустим, моя мама себе сейчас варит суп. У нас суп никто не ест. Я его сейчас не ем, потому что он меня не насыщает. А пустые калории, те, которых я, допустим, через час опять захочу есть, я это не ем. Да, кстати, для тех, кого, кто очень переживает сильно, да, за мой внешний вид. Вот, второго числа будет два месяца, как я нахожусь на правильном питании. Ну, как тут сложно даже сказать, больше как правильное, ну, половина правильная, половина неправильная, но больше именно на громовке. Да, и при том, что это я принимаю по-прежнему диксаметазон, по-прежнему я принимаю эту химию. Это меня очень сильно останавливает, вы знаете, тот, тот период времени, да, тогда, до болезни. Если я вела бы тот образ жизни, который я веду сейчас, то я бы вообще уже была бы как моя плесецкая. Ну, увы, ах, как есть, так и есть. Но на сегодняшний день у меня минус 5 килограмм, 300 грамм. В общем, идём медленно, но уверенно, но я просто знаю о том, что сейчас придёт мой муж с рейса. И, как всегда, всё поднесётся по кочкам, потому что захочется пойти опять очередной раз где-то в ресторанчик, потом вечером где-то посмотреть футбол с какой-то вкусняшкой, там, в общем, или где-то пойти прогуляться обязательно, там что-нибудь такое выпить или съесть. Ну, в общем, короче, начнётся это, потому что мы ещё рассматриваем, хотим куда-то немножечко поехать, отдохнуть, чтобы побыть вместе. Ну, ладно. Хин с ним. Всё хорошо, друзья. Вот. Пытаюсь всё отгонять от себя. Всё. Возьми себя в руки, тряпка. Вот. Так что вот так вот у меня тут жизнь скипит. Я уже... Всё. Я уже... Что вы думаете? Я позавтракала, легла вот такая вот бедная... Утром я встала, да, мне было офигово. Но сейчас выпила кофеёчек, покушала, так сказать. Когда немножко ожила, я уже машинку загрузила, у меня уже стирка стирается. Мама тут себе этот суп варит. Для Данила тут куриная грудка варится. Вот так вот, друзья. 150 кастрюлечек. У каждого всё своё. Вот. Потому что... Ой. Сейчас. Потому что я достала себе уже рыбу. Дорадо. У меня будет ужин другой моей. Допустим, у Данила будет рис с грудинкой. Это... Рецепт. С куриным филеом. Мама будет суп. Вот. А у меня будет запечённая в аэрогриле Дорадо с руколой и с огурчиком. Вот так вот. У каждого своё. Так, друзья. И ещё. Хочу немножечко развеять такой вот комментарий. Да, вот он у меня... Мне его написали. И я хочу развеять вот эти вот сомнения. Потому что из-за таких комментаторов рождаются сплетни. Да. Знаете, как говорят? Шон и дочух, то пропиздив. Вот. Вот так вот и здесь получается. Значит, вчера, когда я видео выставила, да, я сказала, что посылка предназначена для Ириши. Но одна женщина с чего она взяла? С какого она хрена это всё высосала? Я не знаю. Она, значит, написала о том, что эта посылка предназначена для Ирины Фионы. Я вам скажу больше и скажу вам по секрету о том, что у Ирины, да, у неё ни одно единственное это имя на всём белом свете. Да, эта посылка была предназначена для Ириши, я сказала. Но я не сказала, что это посылка для Фионы. если вам так интересно, то эта посылка была предназначена абсолютно для другого человека, но которая точно так же имеет имя Ирина. Вот и всё. Вот. А кто куда будет тратить свои деньги, давайте мы будем решать сами. и каждый будет следить из нас за своим кошельком. Я думаю, что некоторые люди, которые живут за пределами Украины долгое время, то толку от них в помощи для всего, как вы говорите, да, больше, чем те, кто живут в Украине. Вот. Вот так вот. Надеюсь на то, что вы меня услышали по этому поводу. Ну, и ещё. Ещё один, значит, комментарий. Не один, а их было несколько просто. Это я так подвожу итог. К чему? Потому что понимаете, что меня вот в последнее время очень сильно раздражает о том, что я начинаю вот терять свою индивидуальность. Меня все постоянно в видео стараются сравнивать с Фионой. Мы с Ириной достаточно хорошо дружим. Я её ценю, уважаю как личность. Мы общаемся с ней в Ватсапе. Всё хорошо. Но дело в том, что, понимаете, мы все разные. Я более, может быть, резкая, более грубая, да, как вы скажете, хамовитая. Пусть даже будет это так. Я не буду там рассказывать о том, что я какая-то святоша. но когда я сказала в одном из видео о том, что когда мне говорят про молитвы и опять же перекрутили всё и сказали о том, что это я делаю плевок типа в Ирину сторону, что якобы она молится. Ирина, она автор своего канала и она ставит на своём канале контент так, как она считает это нужно, как она это хочет. Я её абсолютно не обсуждаю, не осуждаю. Это её личное дело. У неё огромный канал, у неё огромная её личная аудитория и она хозяйка своего канала. Я говорю то, что мне пишут комментаторы. а не то, что думает и хочет Фион. Я вам говорю о том, что вы мне приходите и в комментариях пишите о том, что я должна молиться и вести какую-то пропаганду или вам пытаться что-то доказать о том, что я верую в Бога или преподношу вам какую-то пропаганду. Нет. Этого не будет. Потому что молитва это таинство. Это я так считаю. И если я молюсь, если я обращаюсь к Богу, это должен только слышать Он и я. А не для того, чтобы доказать вам, чтобы вы увидели, что я верую. Как-то так. И вообще давайте договоримся с вами так. Для того, чтобы мы с вами жили дружно, для того, чтобы я вас точно так же уважала все вопросы, все, что вы хотите рассказать про Фиум, вы идете к ней на канал и вот там оставляете все свое мнение, все свои пожелания, все оставляете там. Мне хватает своих неадекватов, с которыми мне сейчас приходится бороться. Потому что на данный момент я нахожусь без модератора. Я из-за этого из-за этого я вынуждена допустим не поставить какое-то лишнее сердечко своему дорогому зрителю ответить все потому что мне не хочется лишний раз читать вот этот высер. Потому что как бы ты ни это все равно пропускаешь это и для того допустим даже если заблокировать человек все равно ты это визуально видишь и как-то вот так что мы так договоримся если вдруг я просто сразу буду блокировать без предупреждения потому что вы видите мое состояние я точно так же нахожусь в борьбе как и все онкоблогеры и для меня мое здоровье превыше всего и важнее всего вот так что я не хочу вести еще борьбу со своего канала и с каналов других блогеров вот так что вот как-то так и того что я говорю вот ну высказалась так это не значит о том что я как-то плохо отношусь как-то с неуважением отношусь к Ирине нет у нас абсолютно все хорошо вот и я ее очень ценю уважаю я ей от всего сердца от всей души желаю только исцеления пусть у нее будет хорошо но каждый из нас ведет канал по-своему Ирина она всегда была верующим человеком может сейчас правда вот ее трудности ее болезнь может больше привела ее к вере но это ее личное и как она преподносит свою информацию на своем канале это лично ее я не имею права не имею права ее не осуждать не учить не лезть не говорить вот это ты должна говорить это ты не должна говорить это ее лично все друзьяшки вас всех обнимаю всемирного неба огромной любви крепкого здоровья и до встречи пока пока не и